Приветствую вас, дорогие мои друзья и подписчики! Авторитетный портал BoxRack опубликовал обновленный рейтинг лучших супертяжеловесов мира по своей версии. Украинец Александр Нашусик замыкает топ-3. Ну вот, собственно говоря, топ-10 рейтинга по версии BoxRack. Возглавляет его Антошка Джошуа. Полностью согласен, чувак чемпион по нескольким сразу версиям. Его же соотечественник, тоже англичанин Тайсон Фьюри, занимает второе место. Чувак чемпион мира действующий. То есть вот два действующих чемпиона мира. Ну, как мы уже и говорили, на третьем месте у нас Александр Сашья Усик. Не Олександр, а Александр. Так по-русски пишется. Но я вот возмущался, да как же так? Он побил одного из Ирскуна. Но мне некоторые подписчики пишут, что если поднимается боксер в весовой категории, то ему засчитываются заслуги предыдущей весовой категории. А в предыдущей весовой категории в Крузервейте Сашья Усик наш, он был же абсолютным чемпионом мира. Но все это было очень давно. С тех пор, что у нас там происходило. Поколотил он мистера Бэлью. Потом куча каких-то было отложенных боев. С горем пополам он поколотил мистера Уизерс Пуна. Вроде бы должен вот уже был сразиться с Дереком Чесорой. Потом бой перенесли. Непонятно, когда он выйдет. Но, тем не менее, чувак на третьем месте. И тут, видите, чем меньше он выходит в ринг, тем выше он поднимается. Думаю, еще через полгода он подвинет и Тайсона с Джошуа. Ну, это шутка, конечно. На четвертом месте Энди Руиса. На пятом Дэнди Уайлдер. Ну да, логично. Энди Руис потерял аж три пояса недавно. А Дэнди Уайлдер потерял всего один ремешочек. Поэтому бухляж, конечно, круче Дэнди Уайлдера. Шестое место занимает тоже англичанин Диллиан Уайт. Вот здесь я согласен. Да, Уайт молодец. У него неплохая позиция. И оппозиция, как он там проходит уже эту оппозицию, это дело, так скажем, десятое. Но, тем не менее, проходит хороших бойцов. Всего одно поражение. Да, я вполне с этим согласен. А вот на седьмом месте Александр Сащья-Пофеткин. Русский Витязь. Ну, не знаю, не знаю насчет вот седьмого места. Ну, все-таки чувак последний бой свел там в ничью. Перед этим он перебоксировал Хьюи Фьюри. Ну, не знаю, ладно. Восьмое место занимает наш брат Кубрат Пулев. Ну, да, в принципе, боец идет без поражений. У него тоже неплохая, в принципе, позиция. Ладно. Девятое место Луис Ортис занимает. Ну, не знаю, вот его там бивал Диантеи Уайлдер. Так жестко вырубал место ли Луису Ортиса вообще в десятки. Я не знаю. Большой вопрос. До тех поражений от Диантеи Уайлдера Луиса Ортиса считали, в общем-то, довольно крутым парнем. Очень опасным. Чуть ли вот не таким парнем, который сразу шел после Джошуа Фьюри и Уайлдера. Сейчас он скатился на девятое место. Ну, и замыкает нашу десяточку Дерек Чисора. Кто бы вы думали, четвертый англичанин в этой десятке. Чуть ли не половина тех, кто в десятке, это англичанин. Ну, наверное, да, Дерек Чисора молодец. Он вернулся после своих поражений и, так сказать, закрыл все это дело. Так что вот так, ребята. За что купил, за то и продаю. Пишите, что вы вот думаете по поводу вот этой вот топ-10 бокс-река. Согласны ли вы с этим или не согласны. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. И не кашляйте, не болейте, пацаны. Субтитры сделал DimaTorzok